Если Родина-Мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба справедлива. Такими словами отреагировал главарь ДНР Захарченко на подписанный Путиным указ о признании России документов, выданных ДНР и ЛНР. Некоторые российские патриоты называют Путина отцом нации. Украинские патриоты придумали для него некую дефиницию, причем среднего рода. Теперь вот еще одна смена пола. Впрочем, Путин вряд ли обиделся, поскольку Захарченко свой язык вообще плохо контролирует. Вот только что перед встречей Нормандской четвертки заявил о своих планах захватить территорию всей Донецкой области, что как-то не очень вписывается в Минские соглашения. Наиболее-более существенное заявление в ответ на путинский указ сделал глава ЛНР Плотницкий. Решение Путина приближает ЛНР к мировому признанию. Республика состоялась как государство. Вот оно как. Возникает немного наивный и растерянный вопрос. Зачем? Вот это он зачем сделал? Уточню смысл вопроса. Он не в смысле доколе. То есть вопрос не о том, как можно признавать документы, выпущенные не весть кем. То есть группой граждан другого государства, незаконно объявивших себя властью на части территории этого другого государства. В этом плане никакой наивности и растерянности нет и быть не может. Человек, укравший Крым и наплевавший на международное право, легко может совершить любое иное преступление. Вопрос в разумности этого решения. Именно с точки зрения международного преступника, которым Путин уже давно является. Зачем? Это международному преступнику Путину. Паспорта и прочие ксивы, выданные главарям ДНР и ЛНР, уже довольно давно принимаются на территории России. Как объяснил недавно Песков, это решение местных властей, продиктованное их природными и неистребимыми качествами, например, гуманизмом. И никто ничего с ним сделать не может. Ничем из них этот гуманизм выбить невозможно. Это была обычная путинская оппозиция, замечательная в своем непрошибаемом лицемерии. Такая же привычная, как вечное вранье, про «их там нет, а вы докажите». Зачем было ее менять на позицию, которая прямо демонстрирует отход от минских соглашений? Объяснение одно. Путин обиделся. Обиделся прежде всего на Трампа, отвергшего ту неистовую любовь, которую обрушила на него путинская Россия. И путинская Россия обиделась чисто по бабье. Настоящие, знающие себе цену, умеющие любить и способные вызывать любовь женщины, так не обижаются. Так злобно и мстительно лелеет в сердце обиду баба Брошенко, которую мимоходом обрюхатил за ежихадок. Связь нелепого Демарша Путина, вдруг решившего признать документы непризнанных государств, вряд ли случайно совпала по времени с целым рядом событий, ознаменовавших конец так и несостоявшегося романа двух президентов. Ах так, по бабе истерично завизжал Путин и принялся бить посуду в собственном доме. Пусть теперь Трампу будет плохо, будет знать, как любовь путинской России отвергать. Игорь Яковенко Трампу будет плохо, будет знать, как любовь